Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Иова. И сегодня мы будем заниматься чтением третьей главы этой книги. Книга Иова – это необычная книга. Датский философ Киркегор, посвятивший книге Иова одно из известнейших своих произведений «Страх и трепет», говорит, что у Иова истина выражается убедительнее, чем у древних греческих или новейших университетских философов. Киркегор обращал внимание на такие вопросы, как драма человеческой жизни, трагедия безысходности человеческого существования. И в книге Иова он черпал для себя ответы на многие-многие вопросы. Русский религиозный мыслитель Николай Бердяев пишет «Книга Иова – одна из самых потрясающих книг Библии». Бердяев очень ценил свободу, личную свободу каждого человека, и он видел свободное волеизъявление тех людей, которые собеседуют с Иовом и самого Иова, который свободно рассуждает на разные темы. Свобода по-настоящему, она раскрывается не в связи с миром природы, а в связи с миром Божьим. Ибо Бог есть начало всего существующего, как и сказано в Писании, мы им живем, движемся и существуем. Английский поэт Альфред Теннисон называет книгу Иова «самой возвышенной поэмой древнего и настоящего времени». Эта книга была любимой книгой великого немецкого поэта Гёте, и предисловие к Фаусту он черпает как раз из этой книги. Виктор Гюго называет книгу Иова «величайшим произведением человеческого ума», то есть как бы признает ее первенство среди философских творений человечества. Но те вопросы, которые затрагиваются в этой книге, они выходят за предел человеческого размышления и вводят нас в божественную перспективу таинства домостроительства рода человеческого. Ломоносов, восхищенный этой книгой, написал «Оду, выбранную из Иова». Так она называется. Это поэтическое переложение 38 по 41 главу этой книги. Книге Иова уделял внимание и Александр Сергеевич Пушкин. Он даже брал уроки еврейского языка и хотел перевести эту книгу на русский язык, сделать новый, очень выверенный, близкий к оригиналу перевод, чтобы потом облечь его в поэтический стиль. Она не оставляет равнодушными ни средневековых читателей, ни античных читателей, ни современных. Итак, сегодня мы говорим о третьей главе этой книги. Если сделать обзор с первого по 12 стих, то что мы здесь видим? Отчаяние Иова, которое является предостережением для христиан, это учит нас не скорбеть сверх меры, то есть не оскорблять Бога даже при затмении разумного объяснения событий, когда беда за бедою, и мы не всегда можем объяснить с точки зрения разума и даже нашей религии, а почему такое происходит. Мы не случайно изучаем книгу Иова в пандемию, потому что любой кризис, он необъясним до конца, и то, что сейчас в планетарном масштабе происходит, это происки сатаны, лукавого. И книга Иова, она помогает распознать, почему страдает праведный и почему благоденствует грешный, насколько планы и замыслы дьявола, они могут состояться, а насколько Бог полагает им некий предел. Иов проклинает не день, в который родился, была такая точка зрения, но то, что произошло с ним. Это точка зрения дедима Слепца. Он напоминает нам о падшей природе, о немощи падшей природы, неспособной самовосстановиться. Но Христос и приходит в этот мир, чтобы взять на себя эту нашу падшую природу, умертвить ее несовершенство, смертью смерть поправ, и в своем воскресении дать нам надежду на преодоление любых трудностей, ибо последнее слово всегда сохраняется за Богом. Это точка зрения Исихия, Иерусалимского и Ефрема Сирина. Тьма, призываемая Иовом, символ осуждения греха, так считал Олимпиадор Александрийский и Юлиан Экланский, и призывание суда Бога, такая точка зрения Григория Великого и Филиппа Священника. Слова Иова можно отнести и к осуждению Иуды, Иисусом, настаивать святителя Иоанн Златоуст. Это краткий обзор с первого по двенадцатый стих, а теперь мы по порядку будем рассматривать этот текст. Первый стих, третьей главы. «После того открыл Иов уста свои и проклял день свой, и начал Иов и сказал». Дословный перевод может быть и таким. «После того открыл Иов свой род и проклял свой день», то есть неопределенно, свой день, «и отозвался Иов и сказал». Есть взгляд, что Иов проклинает день своего рождения, такой тоже мы находим в этой книге, но есть взгляд на этот текст, что он проклял этот день, когда он открывает уста. В каком случае человек открывает уста, когда он находится в некой беде, когда боль вынуждает его кричать. Поэтому каждая фраза Иова – это крик страдающей души. То, что Иов пытается сделать прежде всего, на самом деле он пытается отвести от Бога какие угодно обвинения в том, что произошло с ним, с Иовом. можем ли мы так смотреть на свои беды и свои проблемы? Не видеть в Боге источник наших бед и проблем, а видеть источник наших бед и проблем в нас самих. А если это происходит по попущению Бога, то Бог никогда не попустил бы нам зла, не имея намерения и само это зло обратить в добро, как учит блаженный Августин. Иов отстаивает Бога, его права и приоритеты. Это с одной стороны. С другой стороны, он отводит даже тень подозрения в том, что Бог виновник того, что происходит с нами. Конечно, нет. Ибо в день сотворения человека Бог сказал, что все весьма хорошо. И грех со всеми вытекающими проблемами, он входит в этот мир самоуправством самого человека, который поверил змею древнему больше, чем создателю своему. Иов, если хотите, он обвиняет в происшедшем с ним и природу, и естественный ход вещей, и судьбу, но Бог в его понимании здесь совершенно ни при чем. И вот это как бы главная тема, если хотите, леет мотив его первой речи. Подобные проклятия мы находим у пророков, когда человек проклинает день. Так, например, Иеремия сказал, проклят день, в который я был рожден. 20 глава, 14 стих. если такое случается, если такое происходит, то человек настолько истощен болью, что он как бы забывает о том, что в его жизни было очень много светлых и радостных моментов через призму сегодняшней боли, сегодняшнего страдания. он оценивает все свое бытие, все свое существование. Ишадат Меревский, древнехристианский экзегет, пишет, «Люди скорые на жалобы и проклятия, когда на них сваливается несчастье, а Бог и в самом деле не ожидает от нас бесчувственности. Однако, когда мы пребываем в муках и страдаем от поразивших нас невзгод, Он, Господь, ожидает от нас не богохульных слов о тех, которые соответствуют нынешнему горю и выражают серьезность происходящего несчастья». Ишадат Меревский является крупным сирийским экзегетом, который, как епископ города Хедаты близ современного Масула в 850 году претендовал на патриарший престол Сирийской Церкви Востока. Это очень авторитетный в свое время экзегет. Итак, из глубины настоящего дня, настоящих страданий, Иов все-таки проклинает день своего рождения. Вот эта боль, она как бы заслонила от него все, что было до этого. И когда он открывает уста, он так и говорит, «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано зачался человек». Это с одной стороны, но с другой стороны, человек не может ничего изменить в прошлом. История не имеет для человека обратного наклонения. И если человек существует, то он существует по воле того, который является источником жизни. И само существование свидетельствует о том, что есть какое-то намерение Божие относительно этого человека. благом является и само существование, потому что существование уподобляет нас в некоторой степени сущему, то есть вечно существующему Богу, который и творит тварный мир из небытия, чтобы поделиться радостью собственного существования с еще несуществующим. Погибнет день, в который я родился, и ночь, в которую сказано зачался человек. Мне рассказывали об одной женщине, которая была нянечкой в состоятельном доме, и она была, в общем-то, по-своему благочестивой женщиной, верующей, христианской душою, но когда она умирала, она испытывала страшные муки, и в огоне этих мук она сорвала с себя крест и бросила его в сторону. Это катастрофа. Она отказалась верить в то, что последнее слово сохраняется за Богом. Она потеряла надежду на то, что любая боль, любое страдание, любая жизненная катаклизма, катастрофа имеет некий смысл. Ибо Бог никогда не посылает нам испытания с какой-либо целью, кроме одной, усовершенствовать нас, чтобы мы как золото огнем очищены от примесей после этой встряски обрели бы хотя бы какую-то вменяемость. Бог стучится в дверь этого мира. То, что эта пандемия называется коронавирусом, слово корона означает символ власти, и так и на других языках. Но человек давно поспешил одеть эту корону на себя. Человек 18-го, 19-го, начало 20-го века, он покорял природу, он боролся с природой. К середине 20-го века стало очевидно и понятно, что он пилил сук, на котором сидел, хищнически, потребительски, относясь к миру природы. Он разрушал свой собственный дом, который Бог создал для него. И вдруг появляется какой-то вирус незначительный, имеет форму короны, оказывается, судьба человека зависит не от него, он не может покорить даже этот вирус, коронавирус, оказывается, корона не на голове человечества, от какого-то вируса человек может прекратить свое существование. Говорят, что огромные динозавры могли прекратить свое существование не только из изменений в мире природы, но и из-за каких-то вирусных заболеваний, те же мамонты и так далее. погибнет день, в который я родился, и ночь, в которую сказано, зачался человек. Погибнет день, в который я родился, не день, в который я был создан, но день, в который я родился, так объясняет Исихий Иерусалимский. Почему так? Потому что то, что проистекает от Творца, это благо, но то, что связано с падшей человеческой природой, в беззаконии зачатая и во грехе родила меня мать моя. Исихий продолжает, действительно, Бог создает меня во благо, но Ева, праматерь наша, приступившая заповедь, зачинает меня для печали, и сам Давид считал так, духом узнав это, он так говорит в пророческом псалме, вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Почему так? Потому что Ева, праматерь наша, начала зачинать и рождать после грехопадения в раю. И действительно это так. Если мы читаем о сотворении человека, то сказано, что Бог по образу Божию сотворил человека, мужчину и женщину сотворил Он. Но когда говорится о грехопадении и потом говорится о том, что у Адама и Евы были дети, то там говорится иначе. И рождал Адам сыновей и дочерей по образу своему, имеется в виду падшему собственному природному состоянию. Он передавал его своим потомкам. Исихий Иерусалимский комментарий, которого мы сейчас рассмотрели, жил во второй половине IV века, около 451 года, христианский пресвитер, экзегет, учитель церкви, проповедник, ученик святителя Григория Богослова. Память совершается в православной церкви 28 марта, 10 апреля старого стиля. Итак, Иов не может проклясть день сотворения, потому что это действие Бога. Но то, что связано с последствием греха, беззаконие зачат, во грехе родился, он проклинает день своего рождения. Блаженный ироним Стридонский настаивает на том, что христиане не должны отмечать день рождения, так как в Библии говорится только о двух людях, которые отмечали свой день рождения, и в обоих случаях это кончилось убийством. В Библии говорится в книге бытия о том, как фараон отмечал свой день рождения, и в этот день был казнен Хлебодар. А в Евангелиях рассказывается о том, как царь Ирод отмечал свой день рождения, и в этот день был казнен Иоанн Креститель. И блаженный ироним делает вывод, что торжество соответствует духу преступления. Торжество соответствует духу преступления. И Иов продолжает изливать свою боль, он как бы кричит, и чтобы подчеркнуть это сказано, открыл рот как будто для крика, и он продолжает день тот да будет тьмою, да не взыщет его Бог свыше, и да не высияет над ним свет, да помрачит его тьма и тень смертная, да обложит его туча, да страшатся его, как палящего зноя. Возникает вопрос, почему личную свою трагедию, катастрофу, собственную боль, он переносит на день, каким бы ни был этот день, это тоже творение Бога, ибо Бог творец не только материи, но и пространства, и времени. Ефрем Сирин, комментируя книгу Иова, пишет, «Узри здесь причину, которая привела Эммануила, то есть сына Божия, к новому рождению во плоти. Верно, причиной прихода Христа стал грех мира». И это действительно так. Если мы в беззаконии зачинаемся, во грехе рождаемся, то тьма окутывает человека еще в утробе его матери. Он рождается, но он рождается на страдания и на смерть. И Христос, Бог, не мог спокойно смотреть на такое состояние его творения. Ибо в день сотворения первого человека было сказано, что все хорошо весьма, но своим произволом и завистью дьявола человек был опрокинут. Христос воплощается в этот мир, мир, чтобы начертать новую перспективу для рода человеческого. Как блаженный Феофилак настаивает, он был зачат, чтобы осветить само зачатие. Он находился в чреве матери, чтобы осветить этот период жизни человека. Он рождается, чтобы осветить роды. Он был младенцем, отроком, юношей, чтобы осветить младенческий чин, отроческий и юношеский. Ибо все, что делает Христос, Он делает нас ради человека и нашего ради спасения. Иов кричит как бы в пустоту. проклят день, в который я родился, потому что спасение невозможно, если Бог не приблизится к нам настолько, чтобы стать одним из нас. Почему это важно именно для нашего спасения? Потому что посредник между Богом и человечеством, как учит блаженный Феофилак, должен быть и Богом, и человеком, и таковым является Иисус Христос. А до Бога воплощения человек находился как бы в брошенном состоянии. Он сам выбросил себя из духовного мира, сам стал причиной падения. И Олимпиадор Александрийский пишет, в буквальном смысле Иов просит о том, чтобы ночь не освещалась луной и звездами, но была покрыта густым мраком, который он называет тенью смертной, а в духовном смысле он желает, чтобы грех проявлялся в его собственной порочности, дабы он не имел силы притворяться добродетелью, но был узнан его грех как мрачная и смертоносная сила, которой следует отвращаться и избегать. И на дан наш собственный грех, страшный грех, выглядит как некая склонность, которую мы контролируем. А может быть, она контролирует нас? Может быть, она контролирует нас, а не мы ее? И вот когда Иов настаивает на беспроглядной тьме, на самом деле он называет вещи своими именами. Народ, сидящий во тьме и тени смертной, узрел свет только с приходом Христа Спасителя в домостроительстве тайны нашего спасения через Бога человечества Христа Иисуса. Иов продолжает выпиять, ночь-то «Да обладает ею мрак, да не сочтется она в дня года, да не войдет в число месяцев, о, ночь-то, да будет она безлюдна, да не войдет в нее веселье». Ну, действительно, какое веселье, если что-то связано с греховным актом. Поэтому Церковь отмечает дни рождения только тех, которые были рождены без причастности ко греху, то есть были предочищены еще в очреве своей матери. Таковым был Иоанн Креститель. В Библии прямо сказано, что Духа Святаго исполнится еще от чрева матери. Таковым был пророк Иеремия. В книге Иеремии говорится о том, что Бог приуготовил его от чрева матери, то есть предочистил. Таковая была Дева Мария. Таковой был Христос, о котором сказано, рождаемое святым наречется. Григорий Великий, Папа Римский, в своих моралиях на книгу Иова пишет, «Год нашего освящения окончится тогда, когда предстанет вечный судья Святой Церкви, завершая странствие ее жизни. Тогда она примет воздаяние за труды свои. Окончив время сражений, она вернется на родину свою». Об этом хорошо сказано пророком. «Венчаешь лето благости твоей». Венец года словно бы благословляется, когда по окончании усердного труда вознаграждаются добродетели. Одни года – это отдельные добродетели, месяцы – совокупность благодеяний. И вот если разум крепок верою, то есть надежда, что когда явится судья, то будет и вознаграждение. Но вспомнится и все злое, что сделано было. Велик страх, что строгий судья, идущий вознаградить добродетели, исследует и совершенные беззакония. Точно взвесив их, как бы ни оказалось, что завершение года вберет в себя и ночь. Есть люди, которые не только не сожалеют о том, что делают, но этим еще и хвалятся и оправдываются, но вина, если ищет оправдание, истина удваивается. Против этого справедливо говорит писатель, сын мой, если ты согрешил, не прилагай боли грехов и о прежних молись. Книга Серахова 21.1. Далее Папа Григорий Великий продолжает. Ибо ко греху прилагает грех тот, кто оправдывает дурные поступки и не кончается ночь для того, кто к своей вине прибавляет потемки защиты. Вот первый человек Адам, будучи спрошен о ночи своего заблуждения, не захотел, чтобы ночь эта так оставалась. Впрочем, он призван был к раскаянию, но Адам ответил оправданием. Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. Тем самым Адам за свое преступление упрекает Создателя, словно говоря, ты создал повод для преступления, потому что ты дал мне эту жену. От того корня ветвь греха тянется вроде людском до сего дня, когда совершается зло, оно тут же оправдывается нами. Иов ничего не оправдывает, когда он говорит, да скроется луна, да скроются звезды. Он как бы говорит, не надо украшать ночь нашего падения, пока не воссияет свет, конечно, прежде всего имеется в виду свет воскресения Христова, пусть все будет непроглядным, потому что красота звездного неба создает иллюзию, что все не так плохо, все не так плохо. и Иов продолжает выпиять, он продолжает кричать из глубины своей боли. Да проклянут ее, то есть эту ночь, проклинающий день, способный разбудить Левиафана. Левиафан, Левиафан, это скрученный свитый, иногда понимается как змей, а современное значение это кит, морское чудовище, упоминаемое в Ветхом Завете. Юлиан Экланский в своем толковании на книгу Иова пишет Левиафан очевидным образом символизирует здесь духовную ущербность. И чтобы подчеркнуть значение духовной ущербности выбирается вот это огромное существо. И в то же время он наделен способностью в час своего выхода из моря на землю учинить жестокую бойню людям и животным, посеять погибель и опустошение на земле. Поэтому справедливо то, что Левиафан призывает на себя всеобщее проклятие. В понимании древних людей, средневековых людей, Левиафан это чудовище, морское чудовище, как некий огромный свившийся змей. То есть о чем это? Грех в котором мы начинаемся, в котором мы рождаемся. Это огромный змей. Библия говорится о том, что есть два типа Левиафана. Левиафан прямо бегущий, когда зло открыто, и Левиафан изгибающийся, когда зло не так явно проявляется зло безбожия, сатанинского отрицания истины. В советский период многие говорили, что вот этот откровенный атеистический, коммунистический режим, безбожный режим, это Левиафан прямо бегущий. А когда мы вошли в период демократических преобразований, казалось бы, нам дают свободу церкви, но не только церкви, разным заблуждением. Здесь мы сталкиваемся с духом лжепророчества, Левиафан изгибающийся уродливыми гримасами похабного капиталистического общества, безнравственных принципов, которые уже изгнало христианство, из тех земель, где они доминируют. В этом году, говорят, Европа останется без Рождества. И когда вот это зло, которое в душе у каждого из нас, побывав в море, море символизирует собой мир политики, выходит на берег, оно может перевернуть весь мир, как был бедный художник, бедный художник, его звали Адольф Гитлер, и его личные комплексы, многие думали, что это касается только его, но когда пройдя через мир политики, он потом вышел на берег, этот чедушный маленький человек, вегетарианец, оказалось, что зло в каждом из нас это как расщепление атома, и мир перевернулся. Иов продолжает кричать от безысходности собственного несовершенства, да померкнут звезды рассвета ее, пусть ждет она света, и он не приходит, и да не увидит она ресниц деницы. Здесь говорится о неком таком предостережении грешника. Филипп, священник, древний христианский экзегет, в своем комментарии на книгу Иова пишет, да померкнут звезды рассвета ее, это значит, пусть грешники, считающие, что в ночи они сияют богатствами и почестями мира, окажутся в полной тьме слепоты и заслуженно не озаряться светом Евангелия. Пусть ждет она грешная душа света, и он не приходит. Это ночь преступления и смерти, и дьявол царит в ней, и не может он познать свет искупителя Христа, не могут и родившиеся в эту ночь, если не разрушат ее, возродившись в крещении. Итак, мы видим, как Ветхий Завет раскрывается в Новом Завете, и как Новый Завет берет начало в Ветхом Завете, ибо Слово Божие это меч обоюдоострый, заточенный о двух концах книги Ветхого и Нового Завета. Иов продолжает выпиять. Боль невыносима. Те дни молчания, когда он переносил ее в себе, они прошли. Он не может тоже молчать. За то, что не затворило дверей чрева матери моей, и не скрыло горести от очей моих, для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева, зачем приняли меня колени, зачем было мне сосать сосцы. Святитель Иоанн Златоуст искусный риттер и экзегет в своем комментарии на книгу Иова восклицает. Что ты говоришь? Не ты ли сказал, неужели, если мы приняли благое от Господа, плохого не стерпим? Что случилось? Ты резко изменил мнение и проклинаешь день твоего рождения, притом в присутствии слушателей, а ты не удивляешься, что Иов произнес не те слова, а я употребляю одни слова вместо других, и они противоречат его гостеприимству и великому человеколюбию. Но возможно, он ничего такого не сказал. Но как праведно переносил то, что переносил, так заслуженно и разумно молился о том, чтобы не рождаться. Христос говорил это об Июде. Лучше бы было этому человеку не родиться. Итак, об этом говорит Иов, зачем я родился, лучше мне было не рождаться. В понимании Златоуста Иов оказался как бы посредине мира. И если он выпьет, да будет проклят день, в который я родился, Златоуст хочет отвести подозрение от Иова, может быть, он говорит это за Иуду, в нем боль всего человечества. Это действительно драма, то, что происходит в книге Иова. Я благодарен Богу, что он дал мне внутреннее побуждение вместе с вами изучать эту книгу в эти тяжелые времена. Далее с 13 по 26 стих будет идти речь о том, как тяжело нам пребывать в беспокойном состоянии, как мы ищем и стремимся к покою. Смерть есть уход из нечистого мира и освобождение от боли. На этом настаивал Исихий Иерусалимский и Григорий Великий. Действительно, какой бы страшной ни была бы боль в момент смерти, все эти пятна боли в гримасах лица выпрямляются, все эти морщины уходят. Смирение значимое добродетель праведности. Такой вывод из этого отрывка делает Иоанн Залтоуст. Не только жизнь, но и смерть бывает на пользу и потому должна рассматриваться не как бедствие, но как обретение. Это точка зрения Залтоуста и Ишадата Моревского. Скорбь, выходящая за пределы естества человека, заставляет его обнаружить печаль. Это точка зрения Юлиана Экланского, но слова Иова выдают также его готовность вести борьбу праведника против зла. Это мнение Дидима Слепца. Иов продолжает выпиять. «Теперь бы лежал я и почивал, спал бы и мне было бы покойно». То есть, если бы он не был зачат, если бы он не родился, если бы он стал выкидышем, если бы он погиб во время своего детства, юности, «Теперь лежал я и почивал, спал бы, и мне было бы покойно». Я помню, моя бабушка, Журавлева Матрена Федоровна, наставляя меня, говорила, «Ты доживешь до времени, когда живые будут завидовать мертвым». Я спрашивал, «Почему?» Она говорит, «Ну как почему?» Мы имеем возможность подготовиться к смерти, умереть, батюшки нас навещают, соборуют, исповедуют, причащают, потом отпевают, все как положено. А наступят времена, когда живые будут завидовать мертвым. И вот Иов из глубины собственной боли проявляет такую зависть в хорошем смысле этого слова. Он ищет покоя. Мы так устроены, мы всегда ищем покоя. Если вот эту передачу прокрутить достаточно быстро, вы заметите, как все время я меняю положение тела. И так происходит с каждым человеком. Он все время меняет положение собственного тела. Он ищет удобного положения для себя. В человека заложено вот это стремление к покою. На самом деле это религиозно мотивированное стремление, хотя человек может этого не осознавать. Потому что наш покой только в Боге и с Богом. Он есть наш шаббат, покой. Как Христос и говорит, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. И Сихий Иерусалимский развивает тему покой праведника. Он восклицает, это его гамилья на книгу Иова, восхищаться красотою творения Божьего желательно, благое дело стать человеком и принять образ Божий. Нехорошо задерживаться в жизни нечистой, и многие люди очарованы нечистой жизнью, но вовсе неправедностью. Итак, уход из этого мира не повод для печали, ибо смерть это покой и освобождение от боли. Смерть это сон покинуть тело, обрести покой. И апостол Павел в послании к филиппийцам 1 глава 21 по 24 стих пишет, объясняя, в каком единственном случае смерть может оказаться покоем. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретения. Если же жизнь воплоти доставляет плод моему делу, то есть результат, то не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, оставаться воплоти нужнее для вас. Такое рассуждение нам предлагает апостол Павел. Он понимает пользу своей жизни. Он служит другим людям. Он служит другим людям. Я думаю, что многие священники, у которых проблемы со здоровьем, они видят ценность этой жизни только в том служении, которое совершают. служение Слова и Евхаристии. И многие, может быть, уже охотно покинули бы этот мир, но нужно для паствы, чтобы эти священники еще продолжали свое служение. Поэтому сам за себя Павел говорит, что для него смерть приобретения, ибо для него жизнь Христос, а смерть приобретения будет для нас только тогда, когда мы живем Христом. И когда для нас погаснет сияние этого мира, воссияет свет Христов, и смерть окажется приобретением радостной встречи с Христом, женихом. И в то же время апостол говорит, а оставаться воплоти нужнее для вас. Он как бы говорит, я понимаю, что я еще нужен, я должен еще потрудиться, и поэтому ранее он говорит, влечет меня и то, и другое. Побыстрее встретиться со Христом, и в то же время совершать свой апостолат ради других поколений верующих. Иов продолжает выпиять с царями и советниками земли, то есть он готов как бы лежать с ними, которые застраивали для себя пустыни, без сомнения здесь имеются ввиду египетские пирамиды, или с князьями, у которых было золото, и которые наполняли домы свои серебром, или он готов даже иначе, или как выкидыш скрытый я не существовал бы, как младенцы, не увидевшие свет. Его боль была столь глубокая, столь тяжелая, столь непереносимая, что все, что он кричит, может быть, через шепот, потому что боль иногда так человека сковывает, что он не способен возвысить голос, скорее всего, это через хрип, стон, такое бывает. И сейчас вот у меня много знакомых священников, они трудятся на красной зоне, там, где ухаживают за тяжелобольными, и они рассказывают о том, как тяжело бывает видеть страдания этих людей, некоторые вынуждены лежать на животе, чтобы диафрагма как-то лучше расправлялась, они хрипят, они задыхаются, и священники понимают, что они тоже от этого никак не застрахованы, не защищены. А может быть, действительно лучше было бы вообще не существовать никому из нас? Неужели Бог создал этот мир, имея намерение погубить часть собственного творения, обречь на вечное мучение? Иов готов как бы возвратить время спять. Да, он готов лежать в пирамидах, он готов лежать с арим, то есть с князьями, там, где золото и серебро, да он готов быть выкидышем, который не увидел света. Смиренность и сострадательность наблюдается Иоанном Золотоустом в таких действиях Иова. И с князьями, говорит, у которых много золота, Золотоуст продолжает, мне кажется, что он хочет сдержать их и убедить, чтобы они не помышляли, будто человеческие вещи имеют важное значение, «Ибо он не просто так и не случайно привез здесь царей, которые хвалились мечами, посмотри на его любомудрые слова, даже в несчастье, богатство не принесло им никакой защиты, сила ничем не помогла им, всех одолела смерть». Или как выкидыш, исходящий из материнской утробы, посмотри, как он, дабы не показаться превозносящимся, сравнивает себя с выкидышами, столь был он смирен, столь был он смирен и сострадателен. И вот здесь мы начинаем открывать для себя новую грань страдания. Боль может смирить нас и сделать сострадательными, как о Христе сказано. Сам быв искушен во всем может и искушаем помощи, то есть оказать помощь. И смотрите, что пишет апостол Павел, послание к филиппийцам, 3-я глава, 7-й по 9-й стих. Но что для меня было преимуществом, ну, хорошее положение, любовь собственного народа, он же был очень популярным человеком в иудаизме, но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщитою, да и все почитаю тщитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере. Послание к филиппийцам, 3 глава, 7 по 9 стих. Апостол Павел все почитает за чету, то есть за ссор, дословный перевод будет более резкий, за мусор ради превосходства во Христе. И если кто-то лежит в египетской пирамиде, в пустынях есть эти пирамиды, до сих пор они сохраняются там, кто-то захоронен в золоте, в серебре, а кто-то был выкидышем, и непонятно, что случилось с его телом. Главный вопрос, наиболее существенный вопрос, почему Бог ведет нас путем страдания, конечно, страдание рождается от нашего собственного неправильного образа жизни, и мы не можем приписывать Богу все это, ведь если бы мы исполняли его закон, заповеди, они даны для жизни, они для смерти, все было бы иначе, но Господь иногда попускает нам выпадать из его духовного мира, впадать в разные грехи, в преступления, но он делает это с одной целью, он позволяет нам уходить от него, и он это делает с одной целью, чтобы мы поняли, что мы не можем жить без него, ибо мы им живем, движемся и существуем, как сказано в Библии. Иов восклицает, там беззаконные перестают наводить страх, то есть в могиле, и там отдыхают истощившиеся в силах, там узники вместе наслаждаются покоем и не слышат криков приставника, малый и великий там равны, и раб свободен от господина своего. Григорий Великий в моралиях на книгу Иова развивает тему освобождения от греха, и там отдыхают истощившиеся в силах. Папа Григорий пишет, укрепляющие себя в любви к своему Создателю по мере того, как набирают силу следовать желаниям Бога в своей силе слабеют и чем усерднее стремятся к вечному, тем спасительнее ослабевают привязанности к земному. Так говорил псалмопевец, ослабевший от силы своей любви истоевает душа моя о спасении твоем. Итак, душа его, продвигаясь по пути спасения Господнего и стремясь к свету вечности, надломилась в вере вплоть и задыхалась. Потому, опять же, он говорит, истомилась душа моя, желая во дворце Господне. Говоря, желая, он по праву прибавляет его к истомилась, это слово прибавляет к слову истомилась, потому, что совсем невелико желание божественного, если ему не предшествует ослабление своей самости. И нужно, чтобы возгорающийся взысканием дворов вечности слабел в своей любви к приходящему, дабы настолько охладевать в стремлении к мирскому, насколько возрастать в любви к Богу. Действительно, братья и сестры, на пути к небу, по мере того, как возрастает наше желание уйти в покой Христов, происходит ослабление, ослабление всех человеческих привязанностей. Боль истощает нас от гидонизма. Сказано, страдающий плотью перестает грешить. Когда мы произносим самые пламенные, самые горячие молитвы перед Богом, когда даем самые искренние обещания, обеты ему, как не в болезни, как не в тяжелых обстоятельствах, в критические моменты своей жизни, поэтому и сказано, лучшая пора труд и болезнь. старость – это блаженное время разгрузки от всего земного, плотяного. Многие мучаются греховными воспоминаниями, но старость ослабляет и память. Некоторые с беспокойством относятся к тому, куда смотрят их глаза, но старость ослабевает и наше зрение. Таким образом, Господь возвращает нас в некое блаженное, почти младенческое состояние. И в русском народе есть пословица «что старый, что малый». Иов продолжает свой диалог, а это диалог, может быть, это монолог, может быть, это монолог, конечно же, нет. Бог знает твою и мою боль, Бог знает твое и мое отчаяние, Бог знает твои и мои сомнения, Он слышит биение сердца каждого из нас. Иов продолжает «На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душою, которые ждут смерти и нет ее, которые вырыли бы ее охотней, нежели клад, и обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб, на что дан свет человеку, которого путь закрыт и которого Бог окружил мраком». Прежде Божья защита обеспечивала ему благоденствие. Иов был счастливым человеком во всех отношениях, но теперь, когда он ищет смерти и видит преимущество ее, сохранение Богом его жизни он воспринимает лишь, может быть, как продление его скорби, агоний. Стена, как бы, прежде защищавшей его от бед, превратилась как бы в тюремную стену, потому что муки объяли его со всех сторон. Святитель Иоанн Златоуст начинает рассуждать о пользе смерти. Это его комментарии на книгу Иова. На что говорит дан страдальцам свет и жизнь огорченным душою? Опять таки в этих словах Иов не обвиняет. То есть, он не обвиняет Бога. Да не будет, но спрашивает и скорбит. Ибо то, что говорится в другом расположении духа, имеет иное значение. То есть, когда у тебя все хорошо, это одна ситуация. Но когда ты говоришь в состоянии духа, полное смятение духа, это могут быть другие слова. Златоуст продолжает. Так, когда некий мудрец говорит, к чему сокровище в руках глупца? Это книга притч 17-16. Этим показывается не что иное, как то, что он, то есть, глупец его не достоин. Отсюда мы узнаем, что не только жизнь, но и смерть бывает на пользу, когда она столь желанна. Которые желают, говорит Иов, смерти и не получают. Поэтому и колесиаст говорит, время всякой вещи. И еще, о смерть, как приятно воспоминание о тебе. Он говорит это, чтобы, когда ты услышишь совет его жены, жены Иова, скажи какое-нибудь слово на Господа и умри. Иов 2.9. Ты не подумал, что он не произнес его из любви к жизни, но по благочестию. Ибо тот, кто считал смерть столь желанной и признавал великим благом, когда мог обрести ее, не дерзнул сказать слово на Господа. Златоус здесь как бы говорит, Иов, ты непоследовательный человек, ты сейчас проклинаешь день своего рождения, ты говоришь о смерть, это все равно, что копаешь землю и находишь сокровище, как здорово найти гроб. Иов, как бы говорит Златоуст, у тебя был шанс, когда твоя жена сказала, скажи слово, брось тень обвинения в сторону Бога, и все, твоя жизнь прекратится. Почему тогда ты этим не воспользовался, а сейчас восхищаешься смертью. златоуст прославляет Иова, несмотря на такую боль, на такую скорбь, на такие муки, и не последовал совету своей жены, но плакать, кричать, выговаривать какие-то свои проблемы, он же может. У древних христианских историков есть описание казни одного отрока, подростка, по-моему, это Евсевии, когда мальчику пригрозили муками, смертью, но он ответил, что он не будет отрекаться от Христа, как только его начали пытать, он стал страшно кричать, этот отрок стал страшно кричать, сразу остановили эту пытку, и с облегчением сказали, ну вот, мы же тебе говорили, ну отрекайся, он говорит, нет, ему говорят, но ты же кричишь, как тебе больно, он говорит, да, и ты не будешь отрекаться, он говорит, нет, его опять начинают пытать, опять виск, крик, слезы, и так до самой смерти, Бог готов услышать твои сетования, он готов услышать твои вопли, но при условии, что ты знаешь, что ты все это принимаешь как из его рук, ты имеешь право на эти сетования, на эту скорбь, на эти стоны, на эти вопли, на этот страх, в конце концов, но главное не терять надежды на спасение, я сейчас думаю о многих людях, которые находятся в красных зонах, и среди них много христиан православных, и это в планетарном масштабе, многие христиане оказались в таком положении, и я думаю, что здесь как бы простительно все, и страх, и крик, и проявление малодушия, там, чего угодно, но главное не терять стержень, Иов не потерял этого стержня, и когда дьявол через его жену предлагал ему как бы легкий выход из этой ситуации, похоже и Бога, и все, Иов с рассуждением ответил, если мы принимаем от Бога благое, почему мы не принимаем худого, да будет благословен Господь, Бог дал, Бог и взял. 24 стих Иов восклицает, вздохи мои предупреждают хлеб мой, и стоны мои льются как вода. Иов продолжает задавать горький вопрос. Но это не выглядит как претензии, обращенные к Богу. Он говорит как бы с собою. Он бросает вызов себе самому, конечно, при этом осознавая, что Бог видит его переживания. теперь спрашивает не только о том, почему родившись он должен продолжать жить, но и почему люди вообще не могут умереть тогда, когда они желают этого и готовы. в последних стихах этой главы он вновь возвращается к себе. Глава заканчивается на той же ноте, на которой началась, в противоположность покою мира иного, того, которого Иов так желает. в жизни его нет мира, покоя, нет отрады, но только одно несчастье. Это обзор того, что нам остается прочитать ниже. 25 стих. Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. Вот это слово то и постигло меня, постигло по-древне еврейски во и аво, буквально пришло, то есть чего я боялся, опасался, пришло, глагол, указывающий на самостоятельный приход событий, то есть не спрашивая меня, пришло, то, что я боялся. и как бы безволие и Бога так уж случилось, и с такими утверждениями выступает первоначально Иов, потом соглашаяся с тем, что ничего безволи Бога не происходит. теперь проясняется причина прежней усиленной заботы Иова о непорочности своих домашних. Его всегда преследовал страх перед возможным несчастьем. И когда он говорит «Ибо ужасное чего я ужасался то и постигло меня и чего я боялся то и пришло ко мне». Вот почему когда его сыновья собирались, дочери его собирались, он потом приносил жертвы, он очень переживал за них, за себя, за весь свой род, за всю свою семью. это был человек, который несмотря на все эти благоденствия, которые он получил от Бога в жизни, чего, казалось бы, может желать человек, он имел и страхи. Страхи, они преследуют сейчас очень многих людей. Страх заболеть и оказаться никому не нужным, страх потерять работу, страхов очень много. И иногда, может быть, по принципу, по вере вашей да будет вам, вот эти наши страхи, они вдруг начинают исполняться. А для чего? Именно для того, чтобы мы преодолевали эти собственные комплексы, эти собственные ужасы. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады, постигла несчастья. Блаженный Августин восклицает. Кто даст мне отдохнуть в тебе? Кто даст, чтобы вошел ты в сердце мое и опьянил его так, чтобы забыл я все зло свое и обнял единое благо свое тебя? Что ты для меня жалься и дай говорить, что я сам для тебя, что ты велишь мне любить тебя и гневаешься, если я этого не делаю, и грозишь мне великими несчастьями, разве это не великое несчастье не любить тебя? Горе мне, скажи мне по милосердию твоему, Господи, Боже мой, что ты для меня? Скажи душе моей, я спасение твое, скажи, так, чтобы я услышал, вот уши сердца моего пред тобою, Господи, открой их, и скажи душе моей, я спасение твое, я побегу на этот голос и застигну тебя, не скрывай от меня лица твоего, умру я, не умру, но пусть увижу его. В теперешнем состоянии Иов говорит, нет мне мира, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье. Он переживает как бы свою герсиманию, он как бы зашел на собственную Голгофу, он чувствует Бога оставленность, иногда Господь и таким образом делает встряску каждому из нас. Но Бог никогда не попускает зла, не имея намерения его само обратить в добро. По сути дела, книга Иова – это крик грешной души, жаждущей общения с праведным Богом. Книга Иова – это величайший духовный гимн человеческой боли, человеческому страданию, со всеми экзистенциальными последствиями. Но что такое наш мир, как не Господь? Что такое наш покой, как не тот, который успокоит нас, что такое наша отрада, как нерадость общения с Богом. Но бывают и такие моменты в нашей жизни, что вместе с Иовом мы можем воскликнуть «нет мне мира, нет покоя, нет отрады, постигла несчастье». Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о наших новых беседах. И берегите себя! «Экзегет»